Я рад вас приветствовать сегодня на очередной демо-сессии секции «Коучинг. Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии». Кто-то из вас меня уже знает, кто-то видел прошлые демо-сессии. Если вам в целом интересна тема коучинга, тема когнитивно-поведенческого коучинга, то могу вас пригласить, во-первых, добавиться, вступить в группу секции «Коучинг. Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии». Там есть ссылки, можно более подробно ознакомиться с нашей деятельностью, чем мы занимаемся, присоединиться при желании, а также получать новости, уведомления насчет грядущих мероприятий, образовательных, открытых вебинаров, демо-сессий, каких-то метапов, интервизий и так далее в области когнитивно-поведенческого коучинга. Поэтому, если вам интересно развиваться в этом направлении, расширять свою практику за счет развития у себя коучинговых компетенций, работать с людьми, которые находятся не только в состоянии расстройства или проблем, но и хотят каких-то позитивных изменений в своей жизни, уже выйдя в более стабильное состояние, то это вам точно будет полезно. Следите за нашими новостями, подписывайтесь на группу. Что у нас сегодня будет происходить? Сегодня демо-сессия – это работа с участником или участницей из аудитории на протяжении получаса, для того чтобы вы смогли увидеть, как выглядит живая коучинговая сессия в когнитивно-поведенческом подходе. Понятно, что когда мы говорим о когнитивно-поведенческом подходе, мы говорим о довольно большом количестве разнообразных модальностей. Только у нас в ассоциации развиваются системный когнитивно-поведенческий коучинг и когнитивно-поведенческий коучинг, ориентированный на цели, и когнитивно-поведенческий коучинг в прочтении наших британских коллег, связанных с использованием моделей Practice и Space. Ну и так далее. В общем, есть ряд направлений, еще рациональный и мотивный поведенческий коучинг и так далее. Здесь вы увидите то, как я работаю как специалист, и сможете задать какие-то вопросы относительно того, что конкретно в этом, может быть, было когнитивно-поведенческого. Сможете понять, если вы уже разбираетесь в когнитивно-поведенческом подходе, обнаружить какие-то отличия коучинга от терапевтической работы, иногда с одним и тем же запросом, просто он может поворачиваться по-другому и так далее. Поэтому у нас здесь будет происходить работа с любым желающим. У нас была Татьяна, которая оставляла заявку на то, чтобы выступить демонстрантом, но, к сожалению, я ее не вижу в чате, поэтому, возможно, кто-то из тех, кто сегодня здесь, будет готов выступить в качестве демонстранта. Повторюсь, да, сессия полчаса. Оставшееся время мы посвятим вопросам, но желательно не касательно самого содержания того, что происходило с клиентом, с демонстрантом, да, сколько обсуждению каких-то моделей в широком смысле, да, что такое когнитивно-поведенческий коучинг, когда он может применяться, какие его особенности основные, да, ну и так далее. То есть желательно, поскольку это работа на открытую аудиторию для наших с вами демонстрантов, да, это не самое комфортное, и мы всегда очень сильно благодарим и приветствуем готовность работать на открытую аудиторию, тем более под запись. Вот, поэтому, да, просьба к вам, как к слушателям, к присутствующим, ну, относиться к этому с уважением, да, и не уходить в такое, в очень подробные разборы содержания, выборов, поведений, чего-то еще, что происходило у демонстрант. По поводу меня и ко мне, и моих действий, вопросы приветствуются, да, тоже можете задавать. Если нам не хватит получаса для того, чтобы целиком проработать запрос с демонстрантом, то я гарантирую, что мы сможем без дополнительной оплаты, да, бесплатно провести еще полчаса для того, чтобы доработать запрос уже не здесь, да, а тет-а-тет лицом к лицу в Zoom или в другом средстве связи. Вот, в общем, доработаем, да, если вдруг останется какая-то недосказанность. Соответственно, демонстрант, предлагая свой запрос и работая, соглашается с тем, что мы имеем право использовать эту запись, в том числе выложить ее на канал Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии в открытом виде. Что может произойти? У нас, правда, таких случаев, ну, единицы, да, но, тем не менее, они бывают, поэтому это важно произнести. Иногда бывает такое, что демонстрант входит в сессию, да, будучи готовым, чтобы видеозапись была выложена, но по каким-то причинам, какие-то особенности конфиденциальности, не знаю, там, что-то в поведении самого демонстранта, да, тревожит или настораживает его после проведения сессии. В конце я задаю вопрос, да, можем ли мы выкладывать эту запись. И демонстрант имеет право сказать, нет, я бы хотел или хотел, чтобы эта запись не была выложена, и тогда мы ее выкладывать не будем. То есть, да, у вас здесь есть всегда возможность сделать шаг назад, если что-то вас не удовлетворит, и вы не захотите, чтобы этот контент был открыт наружу. Пожалуй, это основные такие вещи, о которых имеет смысл сказать в начале. И, ну, в общем, у нас некоторое количество уже людей подсобралось, да, коллеги, подскажите, кто хотел бы, ну, Татьяны я так и не вижу, да, которая заявлялась, поэтому кто из участников хотел бы выступить демонстрантом и поработать со своим запросом. Пожалуйста. Ага, вот Вера подняла руку. Не знаю, Вера, поднимали руку направленно или случайно, да, вы откликнетесь. Вот так, да, я готова. Ага, отлично. Тогда, если вам удобно, включитесь с видео, пожалуйста, нам с видео обычно лучше, чем без видео. Вот, видите меня? Да, чудесно. Доброе утро, Вера. Как себя чувствуете? Нормально. Бодро, я бы сказала уже. Отлично. Тогда согласны ли вы с теми условиями, которые я озвучил, в частности, что запись может быть выложена на каналы в статусе в открытую и что вы сможете там в конце наоборот сказать, что нет, не нужно. Да, да, я согласна. Отлично. Ну и с точки зрения, да, группы тоже мы понимаем, что люди могут приходить, могут уходить. Ну, что это такая, в общем, открытая беседа, да, такая. Да, да, конечно. Я уже смотрела одну вашу трансляцию, поэтому я готова. Отлично. Тогда большая вам благодарность за то, что вызвались, да, поработать. Подскажите, что хотели бы сделать сегодня? Что хотела бы сделать? У меня, наверное, даже вот два запроса, в принципе, они между собой связаны. Во-первых, многозадачность. Я очень люблю участвовать в нескольких проектах, да, работаю удаленно. Мне, в принципе, всегда нравилось, но сейчас я понимаю, что пускай важно. И, в принципе, наверное, отсюда и основной запрос. Я легко работаю на других. То есть для меня почему-то работать на других, приносить ценность другим людям важнее, чем, наверное, продвигать себя. Как эксперта и вот как бы более осознанно, более заявлять о себе, наверное, самой для меня очень сложно. И всегда в моих приоритетах почему-то, ну, не проще выполнять поручения других, да. А с собой вообще очень туго идет, хотя я понимаю, что вот я на том этапе развития, что уже готова делиться с людьми своими знаниями и вот какой-то такой личной карьере. А вы сказали, что два связанных между собой. Это вот задача, которая мне мешает. Плюс еще там начинаются какие-то домашние дела перевешивать. Вроде бы тут хочется с детьми пообщаться и, ну, что-то не получается, начиная себя за это ругать. И какой-то такой замкнутый круг. Хотелось бы, наверное, правильно расставить приоритеты. И для себя какую-то, вот, не знаю, стратегию, что ли, выбрать, как сначала уделять время себе, своему развитию, а потом уже все остальное. Вера, ну, поскольку у вас полчаса, да, на эту работу, то какое из этих двух направлений для вас было бы более важным и интересным сейчас? Наверное, как начать продвигать себя, а не работать на кого-то. Потому что, ну, грубо говоря, участвую в нескольких проектах и каждый раз меня куда-то уводят. Каждый раз я хочу там быть ассистентом, быть помощником, но не самой выходить и представляться, что вот я такая. А что бы вы хотели вместо этого? Я хотела бы, наверное, заявлять о себе. До конца оформить хотя бы одну социальную сеть, либо сделать, не знаю, может, таплинк, который как визитку могла бы использовать. Вот. Ну, то есть, наверное, я бы хотела, да, там, не знаю, за эти полчаса получить какой-то план действий, который не будет вызывать сильных сопротивлений и при этом будет вести меня к профреализации. А зачем вам о себе заявлять? Ну, и зачем вам таплинк и соцсеть? Я имею несколько образований, да, там, начинала я красный диплом социолога, работала в социологическом агентстве, да, прошла, ну, то есть, я была и копирайтером очень хорошим, у меня опыт, и, ну, потом я пришла в коучинг, я отучилась на коучинг-психологию, у одного крупного блогера работаю куратором-наставников, ко мне там попадают самые сложные работы, как раз-таки, вот они такие психологические, коучинговом формате отчасти. И вот сейчас я бы хотела уже, я понимаю, что когда я работаю на других, как бы все вроде бы окей, там, да, мне это приносит какой-то доход, вот, но мне стало интересно делиться, наверное, тем, что я имею. Я начала вести ВКонтакте социальную сеть, я получаю отклик, там, у меня люди подписываются, мне пишут комментарии, то есть, мне это, я чувствую, что мне это прям приятно, я получаю от этого определенный уровень удовлетворения, наверное. Вот, и, как мне кажется, следующим шагом проявления, да, то есть, вроде бы страшно, но если я туда шагну, я получу намного больше. Вот, но страшно. Вера, как сейчас с дыханием у вас, как вы чувствуете? С дыханием, я чувствую, что я волнуюсь, мне кажется, мне даже щеки поразовели, если честно. Да, вы еще так руку держали у горла, когда говорили о том, что во ВКонтакте, вот, там, начали делать комментарии, да, там, что-то такое писать, и вроде как вам нравится, но, как будто, ну, вот, что для вас было это движение, и вот это дыхание более такое. Наверное, это прогруз ответственности из серии, что раз начал, то давай веди каждый день, и это какая-то, вот, это как дополнительная обязанность, знаете, как будто на шею что-то, камушек очередной упал, который надо. То есть, получается, что для того, чтобы продвигать себя, да, представлять себя внешнему миру, необходимо еще на себя камушек взвалить? Ну, как будто бы да. И ответственность вот эту, каждый день что-то писать? Ну, определенный уровень ответственности есть, если ты о чем-то заявляешь, то, естественно, ну, и в ответ что-то может прилететь, наверное, да. При этом сообщество в том городе, где я живу, я могу спокойно прийти, на встречу встать, презентовать себя, мне там намного комфортнее и проще, наверное, это сделать. Ну, тогда что сейчас вы можете сказать о своем желании, ну, как-то быть проявленной онлайн, но при этом вот здесь две стороны медали, да, с одной стороны, я хочу сеять разумное, доброе и вечное, а с другой стороны, оказывается, ответственность еще надо на себя брать. Мне кажется, это все-таки, ну, это просто, то есть в сообществах я уже проявлялась, я там и себе заявила, да, грубо говоря, наследила уже, а вот здесь еще нет, это как новая площадка, новый вызов, наверное. Тогда, если говорить о том, как бы вам хотелось, чтобы это происходило, ну, то есть не просто там сделать топлинг и там что-то там в сети оформить, как визитку, да, но вот это новое состояние, в которое вы хотите прийти, этой проявленности. Как бы вы хотели там себя чувствовать, как ваш день выглядит, когда вы это делаете? Наверное, как бы я хотела. Возможно, я сейчас еще не получаю какого-то результата, да, то есть если, как бы я хотела, я бы хотела, что я там, не знаю, с утра встала спокойно пораньше, уделила время себе, там, придумала там какой-нибудь, может, логический пост, либо цепочку постов, которые можно писать друг за другом, да, и приводить к чему-то, не знаю, опубликовала, и мне там прилетела в ответ заявка на там сопровождение, на встречу со мной, там, на какой-то вопрос именно в профессиональной сфере. Причем, с одной стороны, да, я вот начала более-менее активно вести в этом году, с января. Ну, в январе я себе поставила цель, там, две-три публикации делать хотя бы, для того, чтобы было не так страшно. Сейчас, в принципе, я, ну, как бы их так и веду, ко мне записывались, у меня есть одна игра, ко мне записывались на игру, у меня несколько клиентов, ко мне пришлось в социальных сетях, даже вот с таким небольшим, грубо говоря, нерегулярным подходом. И, наверное, сейчас мне не хватает как раз какого-то отклика, то есть, вот, просто лайков и комментариев уже маловато, уже хочется чего-то большего, но я пока ничего большего не делаю, то есть, это истерия, что хочешь новых результатов, делай по-новому. Вера, не могу не спросить, о чем сейчас ваша рука у горла для вас? Так, минуты полторы уже. Она там находится и периодически там появляется более того. Не могу сказать точно, вот, не скажу сейчас, что это прям какое-то сопротивление прям, значит, такого дискомфорта, как я договорила до этого, не было. Скорее всего, не знаю, мне кажется, даже движения были какие-то другие, серии, как это, задиристость какая-то, я же вот сейчас пощипывала из серии, что ну, иди, делай, и увидишь. Может, подзадоривание какое-то, не знаю. Такое подталкивание вперед. Ну, да. Правильно, я понимаю, что у вас есть ожидания насчет того, что если вы начнете регулярно писать и предпринимать какие-то еще действия, то кроме лайков и комментариев вы еще будете получать заявки на сопровождение или какую-то еще работу. Да, такие ожидания есть. То есть, задача не только сиять разумное, доброе, вечное, делиться, а чтобы люди приходили. Чтобы приходили, наверное, если, знаете, будут какие-то такие ответы из серии, что там, да, у меня это работа, то есть спасибо, там, я вот это применила, либо, возможно, какой-то запрос ко мне как к эксперту. Ну, то есть, это какую ценность ваша могла бы реализовывать? Моя ценность? Моя ценность. У меня, в первую очередь, это передача каких-то моих вот осознаний, инсайтов, чтобы делиться с людьми. Вот, тут, наверное, ценность как раз-таки делиться с другими людьми. А если вы будете делиться с другими людьми, другие люди будут говорить, ой, да, класс, спасибо, но при этом не будут приходить заявки на сопровождение или другую работу? Это, знаете, как, наверное, как социолог я могу проранжировать, то есть я буду довольна, но процентов на 40, наверное, на 35. Так тогда вопрос, что какие еще тогда ценности вы хотите реализовывать, кроме передачи детям и людям? Наверное, для меня это еще некий профессиональный рост, чтобы я более емко формулировала свои мысли, потому что, когда ты пишешь текст, да, ты можешь его переписать, можешь отредактировать. И, когда я пишу о каких-то вещах, я потом проще их смогу озвучивать вслух. То есть это некий такой тренажер, наверное, моей речи. Окей, тренажер речи, то есть лучше писать, более емко и интересно, красочно излагать мысли, возможно. Да. Что еще? Возможно, это некий такой стимулятор для разнообразной жизни. Когда ты что-то показываешь, пускай там даже в сторис или делишься какими-то мыслями, то есть вроде бы, там, не знаю, позвали меня на йогу в городе. Причем, что интересно, кстати, говоря, хороший отклик стала получать, мне стали писать, предлагать у меня в городе какие-то там мероприятия, поучаствовать, либо там за бартер какие-то услуги там, грубо говоря, прорекламировать. То есть это тоже такой приятный бонус. И что? То есть, ну, это тоже одна из составляющих, наверное, для чего это делать. Потому что пока мне это было бы интересно. Я недавно переехала в этот город, я здесь, ну, я живу сама при городе, соответственно, в городе я там бываю только погулять, потому что работаю удаленно. И, ну, это тоже такая возможность, лучше узнать город. И иной раз, когда тебе там не хочется на йогу вечером, там, на открытом воздухе, ну, ты понимаешь, что вроде бы хочется, а вроде бы может, ну, нафиг. А тут отлично, можно там сделать приятный контент. Это дополнительная мотивация разнообразить свою жизнь. Вера, мне очень хочется задать вопрос, да, я пару раз задал вопросы о том, зачем вам это, да, и вы рассказываете. У меня вот одна вещь не бьется в голове, и поэтому мне хочется отразить то, что я не слышу от вас. То есть не то, что слышу, а то, что не слышу. Я не слышу двух вещей. Хочу признания и хочу денег. Да. Но хочу и того и другого. То есть все-таки это есть. Это есть. Это есть. И денег хочу. Ну, я, наверное, слишком легко отношусь к деньгам из серии, что я не люблю их считать. Но я понимаю, что сейчас мои расходы превышают мои доходы. И как бы это тоже такая сфера на проработку. Ну, и в том числе, наверное, социальными сетями я бы хотела. То есть это тот бесплатный вклад, который я могу делать для того, чтобы увеличить свой доход. Вера, как вам кажется, с чем связано, что вы так старательно обходили эти две вещи? Ну, я имею в виду, чтобы сказать, что, ну, важно, чтобы меня признали в новом городе, да, или там, второкая общественность в социальных сетях. Ну, и чтобы ко мне люди, вы же несколько раз говорили про заявку, да, и то, что если люди не будут оставлять заявки, а просто будут благодарить, то это вас на 30-40% только удовлетворит. Ну, то есть как-то очевидно, значит, хочу, чтобы приходили, платили мне деньги за мои услуги. Вопрос, с чем связано то, что вы не говорили об этом? Наверное, здесь какой-то синдром самозванца из серии, что заявлять о конкретной цене, не знаю, в личных сообщениях проще, чем на публику. Почему-то. То есть, ну, одно дело, когда к тебе обращаются за конкретную услугу, да, вот, кстати, наверное, когда тебе обращаются за услугой и тебя спрашивают, и ты такой, да, да, вот стоимость такая-то. И другое дело говорить о том, что я вот такой-то эксперт, моя услуга стоит столько-то. Как бы, я инициатор, а тут вроде бы я хочу, чтобы ко мне сами пришли такой вот. Я понимаю, что это, наверное, какие-то детские ожидания, не совсем взрослая позиция, но, наверное, что-то в этом есть. Ну, как бы вы хотели из взрослой позиции? Из взрослой позиции, наверное, я хотела бы заявить четко и внятно, кто я, чем я занимаюсь, чем могу быть полезна. И здесь, наверное, еще проблема в том, что я не до конца оформила свой, то есть, хотя, наверное, тоже это какое-то такое предубеждение о том, что у меня есть там, да, просто там консультации, я провожу игру, а я каждый раз, может, надо еще что-то, может, надо какой-нибудь там онлайн-продукт запустить, и тогда тебе будет проще. И, уходя в мысли, что я не до конца продумала свой продукт, я не делаю первых двух шагов почему-то. Окей, и а что бы хотели? Ну, теперь, если переходить, да, к такому более краткосрочным целям. Краткосрочным целям. Наверное, оформить то, что есть. Оформить как? Оформить словами, то, что есть. Может быть, не знаю, попробовать со сторис, которые повисят и уйдут, которые можно будет переписать, и, грубо говоря, не такая большая аудитория их увидит. Сейчас, тогда переформулирую, оформить с какой целью? Ну, что бы начать заявлять о себе как эксперте. То есть, что бы что произошло? Что бы начать проявляться уже как эксперту, а не просто как интересному человеку. То есть, сейчас, наверное, мои соцсети выглядят просто как, вот я такая классная, я умею вот это, вот это и вот это. А хотелось бы более профессионально их оформить. Ну, могу ли я это резюмировать или, наоборот, как-то перефразировать, что оформлять соцсети для того, чтобы там была прямая коммуникация. Ну, извините, если сложно выражаюсь. Ну, в общем, чтобы я там прямо говорила о том, что я предоставляю такие услуги, и я вот такая-то, я такой-то профессионал, я такой-то эксперт, и что я вот этим-то занимаюсь. Для того, чтобы это побуждало людей в идеале приходить с заявками, но как минимум, чтобы люди привыкали к тому, что кроме того, что вы такая классная, вы еще и делаете за деньги определенные вещи. Да. Очень хорошо вы сформулировали. Тогда, что у вас есть сейчас для того, чтобы это сделать? Что у меня уже есть? У меня есть определенное образование, определенные компетенции, про которые я особо не рассказываю. Что еще у меня есть? У меня есть... Наверное, я могла бы взять каких-то там два-три примера наиболее ярких и попробовать их описать словами. Опять-таки, да, презентовать. Что у меня еще есть? Наверное, надо подумать о формате услуги какой-то, которая... Не знаю, мне почему-то сейчас, наверное, проще заходить в какие-то разовые акции, не акции. Наверное, нужно что-то прям вот запланировать, не запланировать. Может, хотя бы начать прописывать какую-то встречу, либо предложить встречу. У меня была идея проведения фокус-группы, и я почему-то ее все откладываю. Возможно, имеет смысл попробовать вообще прописать стратегию, не стратегию, да, логику проведения этой группы и попробовать ее презентовать. Посмотреть на открыт, какой будет. Но это у вас уже планы появляются, да? А что еще есть из ресурсов, которые сейчас могут быть? То есть, вот вы сказали, компетенции, которые не описаны. Ваш прошлый опыт, который может быть в виде кейсов изложен. Что еще? У меня есть несколько, не знаю, поддерживающих сообществ, в которых, в принципе, я могла бы, наверное, даже написать свою визитку и скинуть, попросить какую-то обратную связь. Угу. Вот. Угу. Что еще? Что еще у меня есть? Если честно, даже немножко теряюсь. А что еще может быть? Ну, ресурс энергии и времени, например. Кстати, время у меня сейчас есть, да. Ну, не то, чтобы его прям очень много, но я думаю, я могла бы его выделить. Когда-нибудь. Когда-нибудь в следующем году. Нет, просто я тут буквально. Три дня назад решила раньше вставать. И у меня начались проблемы с засыпанием раньше. Вроде до этого я нормально засыпала. Потом бац, и ты до часа не можешь уснуть. У тебя никакие практики осознанности и медитации не помогают. И, естественно, на ранний подъем они срабатывают. Опять-таки, на себя и на свое продвижение я думала, что вот я встану, и будет время именно заниматься своим развитием. И надо же, мой организм саботирует как можно. Ну, кстати, как вам кажется, может ли это быть связано с тем, что до нашего с вами разговора, да, как-то вы, может быть, меньше внимания обращали на то, что это же груз ответственности аж целой. И вообще там свое продвижение – это не только что-то, что интересное, но и что-то, в чем есть обратная сторона медали. Ну, наверное, это прям вот какое-то внутреннее сопротивление так проявляется о том, что не-не-не. Может, нам это не надо? Может, нам и здесь хорошо? Вот. Потому что, наверное, это, наверное, части от того, что нету быстрого отклика. То есть, когда ты работаешь на других, ты выполнил задачу, грубо говоря, да, и ты чувствуешь о том, что вот ты сделал, ты молодец. Либо там тебя похвалили, оплатили там и так далее. А есть другая история. То есть, здесь сначала нужно вкладывать, а потом, может быть, если ты все сделаешь правильно, тебе там получишь что-то. Вот. И здесь, наверное, просто похвала самой себе не работает вот так-то. И поэтому мой организм говорит, а давай лучше мы поспим. Ну, вот тоже, мне кажется, это момент, который стоит отметить про то, что у вас есть ожидание быстрого отклика от действия. Ну, точнее, что быстрый отклик, он помогает двигаться вперед, скорее всего. Окей. А что делать с этим ожиданием? Да, ну, есть. Я люблю быстрый отклик. Ну, я вообще, наверное, человек очень, как сказать, быстрый, да. Я люблю сама делать быстро, я люблю сама людям, там, благодарить, писать отзывы в моменте. И, наверное, жду отчасти это от других. Угу. Собственно, тогда если к планам, да, я предложу перейти, то какие действия вы могли бы запланировать в направлении этой краткосрочной цели, которые давали бы быстрый отклик? Ну, чтобы вы могли быстро понять, идет, не идет, то, не то. Быстрый отклик. Ну, наверное, быстрый отклик я могла бы получить как раз-таки в сообществах, в которых состою, когда я конкретно людей прошу посмотреть, то есть, ну, это лояльная аудитория, у меня есть чат активности, где я там, где меня просят, я активность проявляю, да, и я точно так же могла бы попросить проявить активность. Вот, наверное, я могла бы там спросить. Ну, либо, либо попросить поддержать, кстати, даже, даже не просто спросить их мнение, а попросить поддержать о том, что я наконец-то оформила, прошу меня поддержать и так далее. Вот в таком формате даже мне было бы приятнее. Тогда, если резюмируете, да, то какой план действий с точки зрения оформления себя как профессионала-эксперта? Наверное, нужно начать с хотя бы поста, который можно было бы закрепить, написать этот текст, закрепить и ссылку скинуть вот в какие-то чаты, где меня могли бы поддержать. Опять же, на одной из учеб, которой я сейчас мало внимания уделяю, там тоже есть чат поддержки, так сказать, где друг друга все поддерживают. Можно было бы с ними на первоначальном этапе перед публикацией. А можно сразу, наверное, не ждать, вот, кстати говоря, не откладывать, а сделать эту публикацию, скопировать текст, сказать, вот такой-то текст, прошу поддержать меня вот здесь-то. Я наконец-то решила. Наверное, это могло бы мне получить действительно отклик какой-то. Когда вы об этом рассказываете, что вы чувствуете эмоционально? Я чувствую, что сложно, но уже не так кажется это неприятно, как полчаса назад. Не скажу, что мне легко далась эта мысль, разрученная вслух, но тем не менее она не вызывает такого сильного сопротивления. Отлично. А в чем основная сложность? Основная сложность, наверное, знаете в чем? О том, что, мне кажется, если я начинаю заявлять о себе, я должна конкретно предложить какие-то конкретные варианты. Пресс-курант. И это тоже, и не просто пресс-курант, хотя, может, я усложняю, а, например, там, я в августе игру провожу тогда-то, вот тогда-то у меня такая-то встреча, и тогда-то вы можете выбрать вот это вот. И вот, ну, и собрать вот это все, на конкретные даты запланировать, наверное, вот это еще страшнее. Хотя, с другой стороны, может, этого и не надо делать, может, надо просто написать, что я вот такая-то, такая-то, вы можете мне написать, мы с вами согласуем время. Ну, с точки зрения скорости, как-то минимум подготовки и скорости отклика, какой способ был бы эффективен? Отклик мне больше понравился, когда есть конкретика, когда я там провожу такую-то игру, допустим, да, хотя бы, хотя бы начать с игры, потому что я их проводила, наверное, туда проще пойти, проще пригласить, да, то есть рассказать в том числе об игре, сказать, что там планируемая дата игры тогда-то и тогда-то. Было вам удобно, записывайтесь. Вот. Вот как-то так. Могу еще один вариант предложить? Мне в голову пришло. Да. Что еще есть формат предзаписи. Ну, то есть, во второй половине августа планируем проведение игры вот такой-то, такой-то, у нее вот такие результаты, вот такая она классная, если интересно, пишите в личку, как бы, что хочу участвовать. И дальше определим дату, которая будет максимально удобна для всех. Ну, для большинства. В принципе, да. В этом формате даже, наверное, было бы удобно, что можно записаться и онлайн, игру могу проводить, и это, оффлайн, и написать в удобное время. через там гугл-форму. И это выглядит более, наверное, профессионально, чем я провожу игру. Хотите, пишите комментарии. Вот. Ну, слушайте, да, да. Мне прям нравится этот вариант. Тогда что сейчас со сложностью этих шагов, связанных с тем, чтобы сделать пост, послать его в группу, попросить поддержку и так далее? Насколько сейчас это легко или сложно выглядит? Ну, сейчас это выглядит более конструктивно, наверное, я сказала, что, ну, не то, чтобы я прям неожиданно, наверное, даже бы себя прям похвалила бы, если бы сделала этот шаг сама о том, что наконец-то ты собралась и понимаешь, что, ну, что делать. и это более профессионально было бы, нежели, нежели без конкретики. И это дало определенную конкретику. Чем сможете себя наградить, когда сделать этот шаг? Чем наградить? Даже не знаю. Не думала в этом направлении наградить. Что бы хотелось мне? У меня почти, знаете, в голове такие мысли из серии, что, может, вот это слишком большая награда, а вот это вроде бы слишком маленькая награда. Какое-то там метание. То есть можно только награду какого-то специального размера? Ну, из серии вот ты заработай денег, а потом себя награждать. Вот такое сопротивление в голове. Не, ну, если, ну, сам шаг, он все равно значимый, да, чем можно было бы себя наградить. Ну, можно там подойти к зеркалу, так вверх хорошая. Это тоже наградный, да. А может быть, там, купить себе автомобиль в кредит. Вот. Понятно, что между этими полюсами есть много разных вариантов. Я бы сходила на массаж. Давно тебе не позволяла массаж. Вот прям бы я вся побаловала. Я даже, кстати, знаю, куда. Вот теперь мне стало приятнее мысль о том, что я могу это сделать. Окей. Вера, насколько тогда, ну, у нас уже время подошло к концу, да, насколько удалось достигнуть результатов, которые вы вначале для себя планировали на эту сессию, сделать некий план действий для того, чтобы двигаться к представленности в соцсетях, чтобы это приносило заявки от людей на работу. Ну, мне кажется, это прям на семерочку, так, наверное, да. Ну, как бы я... Мне и хочется уже это сделать. И я даже понимаю, что за этим постом есть логичные, там, несколько публикаций, которые я могла бы сделать. вот, и опять-таки, да, у меня... Ну, и опять-таки, да, я понимаю, где я могу получить быстрый отклик. Это очень хорошо вы меня подсветили, что я могу на этот момент повлиять сама. Не просто сказать, нет, не жди, что не работает. Могу просто его, ну, мягко говоря, запланировать и попросить у лояльной к этому аудитории. Окей. Тоже по десятибалльной шкале, насколько вы субъективно удовлетворены этой работой? На восьмерочку, если честно. Я прям не ожидала, но очень методично. Не знаю, отдельная благодарность за награждение. Это прям было вишенкой на торте, которую я простимулировала. И сделать тот шаг, который я давным-давно откладываю и всегда нахожу более срочные дела, наверное. Мини-важные, но более срочные. Хорошо. Что я сделал для того, чтобы вы смогли достичь результата, намеченного на сегодня на 7 из 10 и субъективно быть удовлетворены на 8 из 10? Вы напомнили о том, что у меня уже есть ресурсы определенные. И эта мысль меня прям как-то утвердила, что у меня уже есть. Про награду. Наверное, вот это были прям самые важные моменты. Мне прям захотелось на ресурсы посмотреть на свои более разнообразно, что ли, что, может, у меня еще что-то есть. Отлично. И опять-таки, да, напомнили про время, потому что сейчас как раз-таки между несколькими проектами у меня есть время. Я понимаю, что там в ближайшее время его может столько не быть. Это тоже стимулирует это делать сейчас и не откладывать на завтра. Если вы подскажете еще какие-то ресурсы, какое направление их искать, я буду рада. Может, они есть, я просто их не вижу. В когнитивном поведенческом подходе, ну, как и во многих других, мы пользуемся биопсихосоциальной моделью, поэтому удобно делить ресурсы на материальные и физиологические, то есть какие-то вещи, наличие каких-то ресурсов, деньги и так далее, да, и физиологически это ресурс энергии, время, в которое вы можете этой деятельностью заниматься и так далее. Второй блок ресурсов это психологические ресурсы, уверенность в себе, желание, мотивация, прошлый опыт, на который можно опираться, который показывает, что у меня получалось делать похожие вещи просто для работая на других людей, например. Я могу, значит, этот же опыт применить к себе, ну, и так далее. И третья группа ресурсов социальная, то, о чем вы говорили, да, это, ну, собственно, группы поддержки, другие люди конкретные, помощники, ассистенты, те, с кем я могу входить в какой-то контакт, те, от кого я могу запросить обратную связь, ну, и так далее. Ну, да. Спасибо большое. Здесь я возьму этот опыт оформления чужих страниц и получение за это отлик, даже голос пропал. Но на самом деле я могу это применить и к себе. Вот, прям спасибо. Захотелось записать свои ресурсы для того, чтобы, когда я сяду это делать, я могла бы их прочитать и сказать, Вера, у тебя это есть, иди и делай, хватит отлынивать. Отлично. Ну, я поддерживаю, скорее всего, это имеет смысл сделать, потому что такой стимул на бумаге, да, это такой аналог копинг-карты, который действительно может тоже помогать двигаться вперед. Да, спасибо большое, Алексей. Если честно, в самом начале мне казалось, я так давно в этом ворюсь, что как бы, как за полчаса можно мне добавить мотивации и найти решение, но вы это сделали, поэтому спасибо большое. Спасибо. Не зря я не понимаю. Я очень долго хотела попасть на ваши прямые встречи, но пока у меня, видимо, не сформулировался этот запрос, и у меня каждый раз что-то не складывалось с ними, поэтому все не случайно и вовремя. Ну, здесь спасибо вам, потому что вы это сделали в первую очередь, и это важно. Ну, то есть вот у вас сложилось, вы пришли, вы первые подняли руку, вы были открытой, вы смотрели на вещи для вас, может быть, не очень комфортные в пару-тройку раз за нашу с вами сессию и продолжали в это идти, поэтому здесь я не снимаю с себя ответственности за свои действия, но здесь важно, чтобы вы себе присвоили этот результат и вы очень многое сделали для этого самостоятельно. Спасибо. Окей. Вера, можем ли мы еще раз, да, спрошу, выкладывать эту запись в открытую на канале ассоциации, опять же, может, поможет другим людям, кто сталкивается с такой же задачей, что и вы. Я не прочь, выкладывайте. Отлично, спасибо. Тогда предлагаю, да, давайте на этом заканчивать, и вопросы можно поднять руку для тех, кто хочет задать голосом, либо написать в Телеграме, сейчас я открою тоже наш, вот Станислав сейчас, пускаю, да, Станислав, можете нажать на микрофончик и говорить. Так, Станислав, на микрофончик надо нажать, мы вас пока не слышим. А, да, нажал. Да. Алексей, Вера, спасибо большое за сессию, много полезного подчеркнул, действительно, пересекаешься. Алексей, спасибо за историю про предзапись, прям такой ключик на самом деле. Вера, за группу поддержки. Алексей, вопрос такой немножко, может быть, странноватый. Любой. Да, когнитивно-позитивный, коучинг в стиле когнитивно-позитивного терапия. Вот я пытался для себя так разделить коучинг и подходы, которые немножко так нахватался с точки зрения КПТ. Если честно, я вот сейчас вот видел там в большей степени ну такой достаточно классический коучинг, ну условно, там ICF, да, там немножко больше коуча и не очень увидел истории с КПТ. Вот если такой вот повторюсь вопрос немножко может быть странным, да, если вы вот видите элементы КПТ, да, которые вы здесь там осознанно-неосознанно использовали, вот мне было бы очень интересно, в том числе, поделюсь почему, потому что смотрю в эту сторону с точки зрения освоения для себя инструмента, хочу понять, что я потенциально могу приобрести для себя, получившись в этом направлении. Да, спасибо, Станислав, важный вопрос. Я сейчас подумаю, с чего начать. Во-первых, ну это важно, да, не совсем, может быть, правильно говорить за другие ассоциации, но поскольку я в рынке, да, и вхожу не только в АКПП, еще в АРК, и в Национальную Федерацию профессиональных менторов и коучей, коучинга ICF как модальности не существует. ICF это ассоциация, которая объединяет, ну федерация, которая объединяет коучи совершенно разных направлений, и компетенция ICF это некие общие для разных подходов школы модальности и компетенции, то есть когнитивно-поведенческий коуч точно так же может быть коучем ICF, развиваясь в когнитивно-поведенческом подходе. Компетенции когнитивно-поведенческого коучинга и компетенции ICF не противоречат друг другу, они поддерживают друг друга. То же самое в ассоциации русскоязычных коучей, да, вы можете развиваться и там проходить супервизии по компетенциям АРК, но при этом быть когнитивно-поведенческим коучем. То есть здесь важно как бы провести, да, это различие, что, ну и правда, да, внутри себя понимать, что нет коучинга ICF, потому что школы, которые выдают документы о сертификации, ну точнее прохождение обучения, которого будет достаточно для сертификации на АСС, PCC, ICF и так далее, эти школы очень разные, они опираются на разные подходы. Вы можете учиться психодинамическому коучингу, вы можете учиться коучингу в гештальт-подходе, можете учиться коучингу в когнитивно-поведенческих подходах разных, да, и при этом все равно пройти одну и ту же сертификацию и аккредитацию в ICF. Это важный момент. Поэтому о чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что коучинг, точнее подход в коучинге не определяется исключительно техниками и навыками, которые используют специалисты, потому что подход – это больше, чем техники и навыки. Подход определяет тот взгляд, который коуч использует для управления собой в рамках коучинговой сессии. То есть если мы говорим о психодинамическом подходе, да, то он опирается на ряд моделей, которые восходят к фрейду, ну, то есть там эго-супер-эго-ид и так далее, да. Если, допустим, если существует, да, я не знаю, не могу за это говорить, но если существует юнгианский коучинг, то там, значит, процесс индивидуации, да, есть как некая модель. В когнитивно-поведенческом коучинге есть модель когнитивная, да, что наши реакции и наше поведение определяется нашими представлениями об окружающем мире и себе, и опираясь на эту модель, мы дальше строим нашу работу. Техники являются следствием тех базовых моделей, которые заложены в фундамент. Да, была такая поговорка даже есть, да, что когнитивно-поведенческая терапия – это все, что работает. То есть никакие из техник сами по себе не являются некогнитивно-поведенческими, например, или строго когнитивно-поведенческими. Они являются таковыми, потому что они вписаны в модель, происходящего, прошу прощения, модель происходящего с коучем и с коучи в процессе работы. Теперь, переходя от этого, да, к, собственно, вопросу, что здесь было когнитивно-поведенческого, ну, его можно прямо так и задавать. Алексей, да, ну, это я не вам, Станислав, да, это я, в принципе, аудитория говорю, да. Алексей, ну, вот вы проводите сессии, а что тут, собственно, когнитивно-поведенческого? В общем-то, то, как выглядит работа с точки зрения внешнего зрителя, да, выглядит до степени смешения похоже на, я не знаю, работу выпускника, там, не знаю, Эриксеновского направления, например, или какого-то еще, да, или коуча ICF, что бы это ни означало, по модулю того, о чем я сказал. Когнитивно-поведенческого в этом было мое, во-первых, мое собственное представление о том, что происходит с клиентом и как устроена вера внутри себя, да, я рассматривал все происходящее, во-первых, через призму когнитивной модели, а во-вторых, через призму методологии когнитивно-поведенческого коучинга, ну, в том аспекте, в котором я дружусь. То есть, мое поведение, мои фокусы внимания, мои интервенции, они накладываются на вот этот фундамент когнитивно-поведенческого взгляда на происходящее. О чем это говорит, да, что в когнитивно-поведенческом подходе мы реагируем и, не совсем правильно, не реагируем, а на что мы можем повлиять? Можем повлиять на убеждения, можем повлиять на поведение человека. Соответственно, частично были интервенции, связанные с убеждениями. Ну, например, да, некоторые убеждения, я подсвечивал, о которых клиентка не говорила. Или на некоторые убеждения обращал более пристальное внимание, да, с предложением более глубоко подсветить те убеждения, которые есть. Но что отличает коучинг от терапии? Скорее, те убеждения, которые носят характер нацеленности в будущее, решение определенных задач жизненных и так далее. И те же самые интервенции к поведению, да, тоже предполагались. Вообще говоря, выход на план действий, да, это типично для коучингов разных направлений, да, но в когнитивно-поведенческом подходе это святая святых, план действий в конце. И в рамках исследования этого плана действий, рассмотрение возможных триггеров, того, что препятствует, да, вот я вижу эти шаги, но это сложно, тогда в чем конкретно сложность, что конкретно можно сделать, да, чтобы этой сложности не было. В частности, там, вот это финальное вмешательство с точки зрения награды, да, оно в разных школах может по-разному осмысляться. В когнитивно-поведенческом подходе, да, это работа с мотивационным компонентом поведения к, да, ну, то есть к реализации определенной цели, а не поведение избегания. Вот. Ну, то есть если коротко резюмировать, то конкретно здесь в чистом виде техники, там, типа SMER или, я не знаю, там, конкретной когнитивной реструктуризации впрямую, вот как они в учебнике описаны, я не использовал. Но я использовал их в свернутом формате. Например, проявление того, о чем человек не говорит, это компетенция не только в когнитивно-поведенческом подходе, да, но и во многих других. Но, тем не менее, здесь она используется как инструмент для реструктуризации, в том числе когнитивной. Иногда тоже, сегодня это было, наверное, один раз, там, какое-то доведение, ну, выход в шутку через преувеличение, да, такое вот гиперболизация, это тоже инструмент когнитивной реструктуризации. Ну, в общем, такой набор, да, я сейчас уже сильно ушел в монолог, такой набор и использовал. Еще раз резюмирую, рамка и методология, в которой действует коуч, и как он осмысляет то, что происходит с клиентом, и свои собственные интервенции к этому, это является основным признаком деятельности в подходе, а не конкретные техники, которые применяет коуч. Потому что я могу применять любые техники, в том числе и с телесной терапией, если будет нужно, но я их рефлексирую в когнитивно-поведенческой модели. Вот. Если услышал, да, спасибо большое. Как-то, наверное, так, Станислав, надеюсь, что... Да, да, спасибо. Я все услышал, спасибо. Ну, есть какие-то там локальные вопросы, но, в принципе, тема понятна, модель понятна, я абсолютно принимаю. Спасибо большое, Алексей. Так, да. Вопрос. На этом я вот, в общем, твой доклад окончил. Спасибо большое. Спасибо, Станислав. Коллеги, у нас время подошло к завершению, да. А, вот вопрос, да, тоже в чате. Давайте я на него отвечу, и тогда будем завершать. Вопрос, чем я смог вам помочь? Это обусловлено прямым эфиром, или задаю ли я в такой формулировке и личной работе? Вопрос в конце был, ничем я смог помочь, а что я сделал для того, чтобы вы достигли такого-то результата? Этот вопрос я задаю регулярно. Это одна из компетенций, да, получения обратной связи от клиента. Мы выясняем, какие конкретные действия привели клиента к желаемому результату, потому что в отличие от терапии и консультирования, ответственность за достижение поставленной цели на сессию лежит на клиенте. Соответственно, результат принадлежит клиенту. Клиент сам оценивает достижение результата клиентом и ответственность за 9 из 10, или 7 из 10, или 5 из 10. Мы в конце сессии возвращаем клиента. Это важная история. Но при этом мы же тоже находились в этом процессе, да, и поэтому важно задать вопрос, а что конкретно я сделал для того, чтобы вы смогли этого результата достичь? Эту обратную связь мы обрабатываем и дальше используем ее для развития своих собственных навыков и компетенций. Вот, тогда предлагаю на этом завершаться. Видеозапись будет выложена на канале Ассоциации. Спасибо вам огромное, что были сегодня здесь, присутствовали, веря еще раз за такую смелость, готовность выйти со своим запросом и открыто работать с ним. Спасибо большое. Приходите на прочие мероприятия Ассоциации. Записывайтесь в Telegram-группу секций коучинг Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и увидимся на следующих демо-сессиях, вебинарах и так далее. У нас в ближайшее время пройдут два очень интересных вебинара по коучингу отношений Елены Вадимовны Ханиной и коучинг в организациях Натальи Антоновой. Соответственно, там доступ свободный. Пожалуйста, тоже присоединяйтесь, следите за новостями. На этом заканчиваем. Всего доброго, коллеги, и хорошего вам трудового дня.